Добрый день, уважаемые коллеги, модеракторы Блока. Основной целью данного доклада является продемонстрировать, как современные технологии способны изменить практику проведения инфузионной терапии у самой тяжелой категории пациентов с септическим шоком. Перед тем, как непосредственно перейти к вопросам инфузионной терапии, хочется коротко вспомнить основу физиологии сердечно-сосудистой системы. Согласно закону Франко-Старлинга, сила сокращения миокарда зависит от степени его растяжения и увеличится вместе с ростом венозного возврата, но до определенного предела. Венозный возврат – это приток крови к правым отделам сердца. Он имеет три детерминанта. Первый – это среднее системное давление наполнения, давление в правом предсердии и сопротивление венозному возврату. Увеличение стресса в объеме крови происходит как вследствие инфузионной терапии или же при использовании альфа-1 агонистов, приводит к росту среднего системы давления наполнения. Если же оно увеличивается в большей степени, чем давление в правых отделах сердца, то это приводит к росту сердечного выброса, то есть пациент является респондентом. Переходя непосредственно к вопросам инфузионной терапии, сразу же хочется отметить, что инфузионную терапию необходимо рассматривать как лекарство, а отеки и гипергидратацию – это как результат передозировки. При проведении инфузионной терапии необходимо учитывать характеристики использованных инфузионных средств, показания, противопоказания, побочные эффекты, дозы, сроки проведения, критерии продолжительности и отмены. Гипергидратация вызывает множество неблагоприятных эффектов со стороны практически всех органов и систем, что потенцирует органную дисфункцию, которая и так присутствует у пациентов с аптическим шоком, и в конечном итоге приводит к прогрессиванию полиорганной недостаточности. Для упорядоченной инфузионной терапии была внедрена концепция РОЗЭ, которая интегрирует в себе 4 фазы с концепцией 4 ударов. Первая фаза – фаза реанимации. Основная наша цель – это спасение пациента, используя концепцию ранее адекватной и целенаправленной инфузионной терапии, сократена рекомендацией Surviving Sepsis Campaign или же используя жидкостные болюсы. Вторая фаза – фаза оптимизации. Основная цель – поддержание органной функции, избежание гипергидратации. Наша цель – нейтральный и кумулятивный жидкостный баланс. В третью фазу – фаза стабилизации. Основная цель – это достижение гомеостаза. За счет использования консервативного введения инфузионных средств, которое определяется как 2 дня с отрицательным жидкостным балансом в течение первой недели после начального повреждения. Если у пациента возникает так называемое состояние No Flow, мы переходим к фазе дерианимации или же эвакуации. Основная цель – разрешение гипергидратации за счет активного удаления жидкости посредством диуретической терапии или же ультрафильтрации. При проведении интенсивистом инфузионной терапии необходимо всегда отвечать на 4 вопроса. Когда начинать и когда прекращать инфузионную терапию? Когда начинать дерианимацию и когда ее прекращать? Чтобы ответить на эти 4 вопроса, мы в своей клинической практике используем обычно классические показатели для оценки бренд-нагрузки. Несмотря на то, что они нам хорошо знакомы, их просто оценить, они все, к сожалению, обладают рядом недостатков. Ряд из них, такие как состояние кожных покровов, темдиуреза, водный баланс, лактат, в принципе, вообще не являются показателями для оценки преднагрузки. А ряд из них, такой как среднее артериальное давление, является интегральным показателем, зависимым не только от преднагрузки, но и сократимости и постнагрузки. То же самое относится к центральному венозному давлению и давлению заклинами легочной артерии. Это интегральные показатели, которые зависят не только от венозного возврата, но и от функций правого и левого желудочка, внутригрудного давления и даже внутребрешного. А центральная венозная сатурация и смешанная, может быть, даже супранормальная на фоне метахендральной дисфункции, вызванной септическим шоком. Поэтому в современной клинической практике рекомендуют использовать динамические показатели для оценки преднагрузки. Но кроме оценки чувствительности конфузии, о которой в узких кругах уже давно рассказывается, современная концепция предлагает использовать оценку переносимости инфузии. То есть переносимость инфузии – это возможность проведения инфузионной терапии без побочных реакций. На данном графике интегрирована как чувствительность, так и переносимость инфузии с кривой нормальной и ненормальной сердечной функции пациента. Это позволяет выявить 4 квадранта гемодинамиков пациентов. В первом квадранте пациент на фоне, конечно, катахламинов получит пользу от проведения инфузионной терапии, так как является респондентом. Второй квадрант характеризует гемодинамику пациента, который перелит, выражаясь простым языком. И таким пациентам будет целесообразно, кроме реструктивной тактики инфузионной, применение диуретиков. Третий квадрат, наверное, самый интересный, он демонстрирует состояние динамической непереносимости инфузии. То есть это сниженная способность принимать дополнительный объем инфузии без побочной реакции. При этом морфология венозной доплерографии демонстрирует отсутствие признаков перегрузки жидкости. Такое состояние часто возникает на раннем этапе септического шока, когда венозная венодилетация сочетается с остро-развившейся систолической дисфункцией. И четвертый квадрант характеризует пациентов на позднем этапе септического шока, когда присоединяется септическая кардиомиопатия. И таким пациентам, кроме реструктивной тактики, возможно, диуретической терапии, будет рекомендоваться присоединение к терапии инотропных препаратов. Переходя непосредственно к тестам, хочется в первую очередь ответить на тест с подъемом нижних конечностей. Это обратимый, чувствительный тест, просто выполнение. Единственное его кручение, он требует непосредственного измерения сердечного выброса, ложноположительный при высоком внутребрешном давлении и ложноположительный при использовании компрессионного белья. Тест с экспираторной паузой надежен, подтвержден в многочисленных исследованиях, но, однако, требует также измерения сердечного выброса, требует ИВЛ, и пациент должен выдержать 15-секундную экспираторную паузу. Тест с мини-болюсом инфузии применим в контексте любой клинической ситуации. Суть его введения от 50 до 150 мл инфузии болюсна, однако основной его недостаток – тест не является необратимым. также возможно изменение дыхательного объема, транзиторное, и оценка вариации пульсового давления, что возможно применить даже у пациентов в пронпозиции. Однако это довольно новая методика и требует уточнения в дальнейших исследованиях. Тест с маневром Таран-Виленбурга фактически является вариантом теста подъема нижних конечностей. Однако его возможно применять у пациентов в пронпозиции, на операционном столе и на вено-артериальном ЭКМО. Вариат с пульсового давления ударного объема преимуществует ответить, что это хорошо известный метод, не требует измерения у сердечного выброса, не требует маневров. Однако обладает множественным ограничением, что делает его затруднительным использованием многих пациентов в отделении реанимации. Респираторная вариабельность нижней полой вены, несмотря на то, что дополнительно просто освоить данный метод, в современной практике не рекомендуется использовать его изолированно, так как тест недостаточно надежный. Как, я думаю, вы уже отметили, многие динамические тесты требуют мониторинга сердечного выброса. Однако далеко не все отделения реанимации обладают возможностью проводить интерпульмональную, транспульмональную термодилюцию для оценки сердечного выброса. Поэтому предлагается использование сонографических методик прикроватных, которые являются экономически эффективными, минимально инвазивными, но однако операторно-зависимыми методами для оценки сердечного выброса. Первый этап – это оценка в парасторнальных позициях по длинной оси диаметром вносящей трактора левого желудочка, норме он около 2 см. По формуле круга вычисляем площадь вносящей трактора левого желудочка. Второй этап – переходим в пятикамерную позицию, опекальную, ставим метку импульсно-волнового допплера в месте крепления створок артального клапана, выравниваем метку максимально параллельно потоку, проводим измерения. Получаем спектрограмму, проводим трассировку и оцениваем интеграл линейной скорости кровотока вносящей трактор левого желудочка. В норме он 18-22 см. Сразу же хочется отметить, что первый этап для проведения изолированных динамических проб можно пропустить, потому что нам надо оценивать именно дельту интеграла линейной скорости кровотока вносящей трактор левого желудочка. Диаметр — это констакт, и он не будет меняться. Поэтому если нет задачи получить именно значение сердечного выброса, то первый этап можно пропустить. Переходя к оценке венозного застоя, хочется предложить протокол Vexus для этой цели. Он начинается с оценки диаметра нижней половой вены. Если же она больше 2 см, переходим к следующему этапу. С помощью 2D-режима, также с использованием цветного и импульсно-волнового допплера, оцениваем печёночную вену, воротную вену и интерлобулярные вены почки. Причём почку можно использовать с любой стороны. В итоге мы получаем спектральные кривые, на основании которых можно оценить степень венозного застоя. Из ограничений данного метода хочется отметить, что при наличии цирроза печени, первичных и вторичных заболеваний печени, данный метод может демонстрировать недостаточную надёжность. Касательно оценки почек у пациентов с хронической почечной недостаточностью и с острым почечным повреждением, из данного алгоритма следует исключить этап, связанный с почками, потому что там кровоток будет изменённый. Клинический случай. Пациент 36 лет, третий суток нахождения в отделении реанимации с диагнозом бактериальный эндокарбдит, протезирование метрального клапана механическим протезом, сепсис. Сохранялась потребность в катехоламинах, дупотамин в средних дозах, но ординально в невысоких дозах. Дыхательная недостаточность проводилась в кастопоточной оксигенной терапии. Возникла неопределённость в плане дальнейшей терапии, инфузионную проводить терапию или же диуретическую. Классические показатели преднагрузки ЦВД, ДЗЛА находились в средних, находились в серой зоне. ЦВД 11, ДЗЛА 14 мм ртутного столба. С момента поступления в отделение реанимации у пациента отмечался нулевой жидкостный баланс. Выполнен тест с подъёмом нижних конечностей. Оценена дельта ударного объёма по катетеру с Ванганца и дельта интеграла линейной скорости кровотока, выносящей тракт левого желудочка. Получено отсутствие чувствительности к преднагрузке, то есть пациент был нереспондентом. Выполнена оценка по ВЕКСУ-протоколу, положены признаки тяжёлого венозного застоя. Последующие двое суток была выбрана рестриктивная инфузионная таптика, проводилась диуретическая терапия, постепенно отмечалось снижение катехоламиновой поддержки, был достигнут отрицательный баланс, разрешилась дыхательная недостатка, которая в данном случае была бы условлена перегрузкой объёма. В конечном итоге пациент был переведён в отделении кардиохирургии. Таким образом, используя классические показатели преднагрузки, нам может показаться, что сердечная функция пациента лежит на восходящей части кривой франко-старвинга, хотя на самом деле всё может быть совершенно иначе. И в заключении хочется сказать, что инновационные ультрастенографические технологии при инфузионной терапии критических состояний обеспечивают возможность реализовать современную стратегию лечения пациента в отделении реанимации, то есть наимолее эффективно и минимально инвазивно проводить интенсивную терапию, в том числе инфузионную. И тем самым мы можем избежать полипрагмазии и связанной с ней и этрогении. Спасибо.